Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. А пока хочу представить наших сегодняшних героев. Алиса и Влад пятыми вступили в борьбу в стране безопасности. Именно они и заканчивают основной этап соревнований, и сегодня мы узнаем, выйдут ли они в финал. Ребята, привет! Привет! Я очень рада нашей новой встрече. И хочу вам рассказать, что мы с вами подошли к последнему испытанию. И если вы окажетесь на высоте, то впереди вас ждет еще много интересных встреч. Вам, наверное, интересно, с какими результатами закончили игру ваши соперники? Все внимание на экран! Итак, как обстоят дела, вы уже знаете. И пора приступать к решающим испытаниям. Сегодня выбирать мы с вами ничего не будем, так как осталась у нас одна непройденная тема. Это опасность дома. Ребята, как вы считаете, а что может быть опасного в самом защищенном месте на Земле? Если трубы неисправны, то газ может взорваться. Значит, какая опасность дома у нас? Нельзя пользоваться газом, если трубы неисправны. Газ, правильно? Ну и что еще у нас осталось? Нельзя дома без родителей трогать всякие порошки. Нельзя пользоваться бытовой химией. Ребята, молодцы, вы достаточно полно ответили на мой вопрос. Действительно, какой бы на первый взгляд не казалась безопасной наша квартира или дом, в ней может случиться все, что угодно. Может произойти пожар, может загореться электрический прибор или ударить током. Бытовая химия и медицинские препараты тоже внесут в себе большую опасность. Но для того, чтобы ничего плохого с вами не случилось, давайте переходить к первому конкурсу. Сегодня вопросы будет задавать вам волшебная книга. Всего их будет три. Итак, смотрим первый. Вот это скукотища! Еще пару таких выходных, и я с ума сойду. Ага, а я от ничего не делания еще больше устала. Друзья, так как вам совсем нечем заняться, я предлагаю сыграть со мной в игру на знание правил безопасности. Игра – это, конечно, круто, но выиграем мы, и что тогда? У меня как раз есть несколько пригласительных на слет юных спасателей пожарных в зубренок. Если ответите на все мои вопросы правильно, я с радостью отдам вам их. На слет? Это же круто! Там соберутся юные спасатели со всей страны. Давай быстрее, мы хотим играть. Я где-то услышал слово «халява». Я тоже буду играть с вами на знание правил безопасности. И именно я поеду на слет. Хорошо. Если никто не возражает, то друзья будут играть сегодня против волка. Волка? Нет какого волка! Я не волк, я обычный пес. Дед у меня был волком, поэтому я так на него похож. А, пес? Ну, тогда пес с тобой. Давайте играть уже быстрее. Ну, когда уже играть будем? Уважаемые игроки, внимание, вопрос. Опасное или безопасное место для детей – подоконник? Ребята, вопрос вы услышали, но нужно будет ответить не только «да» или «нет», но и рассказать почему. Деть на подоконнике, потому что можно что-то делать и упасть на его. Особенно, когда на высоких этажах. Этажах ты живешь. Нельзя сидеть на подоконнике, когда окно открыто. Можно перековырнуться и упасть. А теперь посмотрим правильный ответ. Внимание на экран. Ха! Это известно! Подоконник безопасен! На нем можно делать все, что захочешь! А мы считаем, что нельзя играть на подоконнике и становиться на него, потому что можно упасть. Правильно! На подоконнике нельзя играть и становиться на него. Москитная сетка не выдерживает вес человека и можно упасть. Вранье! Можно играть! Вот смотрите! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Глупый пес! Ребята, ваш ответ правильный и одно из трех очков вы уже заработали. А время приступать ко второму вопросу. Внимание на экран! Давай, книга! Свой следующий вопрос! Сейчас я отыграюсь! Второй вопрос. Можно ли детям играть с градусником? Алиса, Влад, как вы думаете, можно ли детям играть с градусником? Нет, нет, потому что можно случайно разбить градусник. А чем он опасен? То, что он забьешь и дотрагиваться до тучи нельзя ни в коем случае. Ходишь босыми ногами порезаться осколком. Ну что, давайте посмотрим правильный ответ. Внимание на экран. Это легкотня! С градусником, конечно, можно играть! Он же градусник! А мы уверены, что с градусником нельзя играть! Его можно разбить! Правильно! С градусником ни в коем случае нельзя играть! Его можно случайно разбить! А внутри градусника находится ртуть, пары которой ядовиты! Ура! Вранье все это! Книга! Ты просто подыгрываешь! Вот, смотрите! Нет тут никакого яда! Молодцы, ребята! Вы зарабатываете второе очко из трех. И время переходить к нашему последнему испытанию. Внимание на экран. Вопрос номер три. Давайте это будет последний вопрос! Только если я на него отвечу, то я победил! Мы согласны. Хорошо. Где на кухне самое опасное место? Самое опасное место на кухне – это плита и микроволновка. Потому что с газом нельзя шутить. То он может взорваться. И с микроволновкой тоже нужно пользоваться осторожно. Потому что если ты забудешь в нее что-нибудь поставить, она может загореть. Самое опасное – это плита и микроволновка. Если ты забудешь туда что-нибудь положить, то она может разогреться и взорваться. И еще нельзя туда ложить посуду, металлическую особенно посуду. И посуду с такой полосочкой нельзя особенно ложить. То она тоже может сгореть. Ваш ответ мне понятен. Давайте же узнаем, как ответили волк, бобр и его друзья. Внимание на экран. Ну все, я поеду на слет. Самое опасное место – это холодильник. Около него можно объесться и лопнуть. Самое опасное место – это плита. Кастрюля с кипятком может опрокинуться и ошпарить вас. Правильно. Играть около плиты опасно. Если горячие кастрюли и сковородки опрокинуться, они могут ошпарить вас. Ура! Мы выиграли! Победа! Мы едем на слет! Спасибо! Это все благодаря знаниям правил безопасности! Я тоже хочу на слет! Я тоже хочу знать правила безопасности! Ладно, не расстраивайся! Поедешь с нами! Молодцы, ребята! Их зарабатываете третье очко. А время переходить к нашему второму испытанию. Из трех вариантов ответа на мой вопрос, вам необходимо будет выбрать верный и сделать это за максимально короткое время. Готовы? Да! Итак, вопрос. Что нужно сделать, если разбился градусник? Первый вариант ответа – это собрать осколки и выбросить их в мусорное ведро. Вариант номер два – это рассмотреть, что там внутри. И вариант номер три – сообщить родителям. Сообщить родителям. Сообщить родителям. Правильно, конечно же, если разбился градусник, в первую очередь нужно сообщить родителям, либо взрослым, которые вас окружают, и отойти на безопасное расстояние. И вы зарабатываете два балла за правильный ответ. Я вас поздравляю! Ну и напоследок загадка. Но здесь вам нужно быть особенно внимательными, потому что за правильный ответ вы можете заработать три балла. Если же ответите неправильно, то один балл я у вас заберу. По тропинкам я бегу, без тропинки не могу. Где меня, ребята, нет, не зажжется в доме свет. Это электричество. Правильно, молодцы, это электричество, и вы зарабатываете три балла. Итак, ребята, время подводить итоги. В первом конкурсе вы заработали три балла, во втором ваша копилка пополнилась еще на два балла, и в третьем конкурсе вы заработали также три балла. Считаем, сколько у вас получилось? Раз, два, пять, пять. Восемь баллов. Правильно, восемь баллов. Я вас поздравляю, это хороший результат, и его сейчас спасайка вынесет в таблицу. Внимание на экран. Ребята, результаты вы уже видели, и теперь знаете, кто будет сражаться в полуфинале, и в итоге сможет получить звание эксперта по детской безопасности. Но в нашей игре проигравших не бывает, подарки обязательно получат все команды. Но помните, главный приз – это то, что о безопасности вы знаете намного больше. До скорого. Ну а место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.